На канале LuckyKing'а ты сможешь найти кучу летсплеев по различным играм, также Minecraft, мини-игры и игра в САМ. Поэтому, если ты заинтересован, заходи и подписывайся на его канал. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон, добро пожаловать в Minecraft, а точнее в новую серию нашего седьмого сезона с модом Pixelmon. И сегодня у меня для вас будет опять куча новостей, и сегодня мы также уже наконец-то эволюционируем нашего первого покемона в этом сезоне. И, ребята, знаете, в первую очередь, что я хочу сказать. Вы сумасшедшие, и я вас просто всех люблю. Вчера за день я попросил то, чтобы мы набрали 3000 лайков на новой серии, и я хотел увидеть, сможем ли мы набрать. Но за день мы набрали 3800 лайков. И я не знаю, что сказать, потому что, ребята, вы нереально крутые, и вы знаете то, что я всех вас люблю, я люблю своих подписчиков, и всё, что я вам могу сказать, это большое спасибо. Ребята, вы нереально крутые, 3800 лайков за один день, это просто жестоко. Я бы всем вам пожал руку, если бы я сейчас мог, но вот так, виртуально, ребята, каждый из вас, если пожмёт мне руку, я буду рад. Давайте мы опять попробуем на вот этой серии насобирать 3000 лайков. Я буду рад, если мы сможем это сделать, потому что если да, то я обещаю то, что завтра в 10 часов утра, по московскому и украинскому времени, я выпущу новую серию Pixelmon. Если вы хотите Pixelmon каждый день, то, ребята, не забывайте ставить лайк, я буду этому очень сильно рад. Также подписывайтесь на мой канал, каждый пишет для меня как друг, и, ребята, можете репостнуть это видео у себя в социальной сети, ВКонтакте, и также поделитесь со своими друзьями, чтобы они знали, как мы выживаем в нашем мире покемонов. Да, ребята, и что мы будем делать в этой серии? В первую очередь, я уже, наконец-то, создал сборку. Сборка есть в описании, заходите, скачивайте, ребята, и устанавливайте её на версию 1.8.9. Это в первую очередь, да, да, а во вторую, ребята, как видите, у меня уже Чармиллион 35 уровень. Я его прокачивал на стриме, и, ребята, я его специально не докачал до 36 уровня. Вы знаете почему? Потому что на 36 уровне у нас произойдёт эволюция в Чарисарда, и вот именно это я хотел вам показать на вот этой серии. Да, но в первую очередь давайте мы вернёмся домой и скрафтим то, что нам нужно. И давайте я сначала включу ресурс-пак, а то я его почему-то выключил. Ага. Всё, ребята, я его включил, и знаете что? Знаете что, ребята? Да, сегодня мы эволюционируем нашего Чармиллиона, но давайте я сначала вам покажу, сколько ресурсов я добыл на стриме. Как видите, у меня есть уже алмазы, у меня есть изумруды, и знаете, где я это всё добыл? Я сейчас вам, ребята, это всё покажу. Lucky potion. Хм, что это делает? А, ребята, давайте посмотрим, что это делает. Значит, я хотел сначала кирку скрафтить, и в принципе, давайте я быстренько это сделаю, пока у нас есть время. Это, в принципе, делается очень быстро, ребята. И помимо... Знаете что? Вот чтобы вы не говорили то, что... Эдисон, почему ты делаешь много вещей помимо стрима? Помимо серий, наоборот, на стриме. Потому что, ребята, знаете почему? Если мы отправимся к мою шахту, которую я сегодня достраивал на стрим... Вчера достраивал на стриме, прошу прощения. То смотрите, ребята, что я построил. Это наша шахта. Это всё я строил на стриме. Если учитывать позавчера, вчера, то... Ух ты ж... Это что такое? Ааа... 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 Ладно, не знаю, что это за хрень. Но, ребята, смотрите, что я настраивал за два стрима. И вы думаете, всем было бы интересно смотреть, как я 10 часов вот это тут копаю? Потому что я хочу сделать полустроительный сезон, где мы не только будем выживать с покемонами, а также, ребята, будем, конечно же, конечно же, конечно же, строить наше большое королевство. Как мы, ребята, планировали, оно будет у нас где-то вот тут. Поэтому это всё я строил, ребята, помимо серии на стриме. Как видите, у нас тут уже есть немного глины, также камней и вот этих других камней. Да. И знаете, что я нашёл, ребята? Ааа... Вот смотрите, давайте я выйду сюда. Смотрите, что я нашёл. В первую очередь, я уже проходил вот до сюда, и я нашёл тут глиняный биом. Потому что, как вы видите, я уже немного украсил нашу шахту. Вы видите то, что тут она уже намного красивее, чем была. Это логотип мой. И, в принципе, давайте, ребята, отправимся в глиняный биом, чтобы я вам показал. Ну, в принципе, все знают, что такое глиняный биом. Но всё же, ребята, я вам покажу то, что я его тут нашёл. И я пытался увеличить спам покемонов. Как я пытался это сделать? Я выключил спам деревень. Потому что, знаете что? Мне написали на стриме, то что, Эдисон, знаешь почему так мало покемонов спамится? Потому что в новой версии разработчики в первую очередь сделали так, чтобы покемоны спамились очень... Чтобы их было очень мало. Потому что в предыдущем сезоне они, наоборот, начудили всякую хрень. Их спамилось очень много. Поэтому сезон и лагал. А в этом сезоне они это пытались исправить. И в какой-то степени им это получилось. Потому что они убавили намного спам покемонов. Но в этом, конечно же, и фигово. Потому что с покемонов будет спамиться очень мало. Но я попробовал решить эту проблему. Я уменьшил спам деревень. Да, чтобы их столько сейчас не было. Как они спаунились до этого. Это офигеть как глупо. То, что на каждом... Он меня убил? Так, ладно. То, что на каждом шагу спамнились деревни. Это было глупо. Поэтому я решил их отключить. И, да, может чуть-чуть это помогло. Уже не так много деревень спамится. И уже, мне кажется, намного больше покемонов спамится, чем было до этого. Да. Поэтому, ребята, это круто. Кстати, я только что разобрался, как я могу использовать приближение в оптифайне. Знаете, всегда было на контрол нажимаешь. Но сейчас нет. Сейчас нужно нажать на С, чтобы приблизить. И, кстати, смотрите, что мы нашли, ребята. Мы нашли первое дерево. И в этом первом дереве мы можем найти спрятанный покебольчик. Который где-то находится у нас... Не знаю, в какой стороне. Но, думаю, что где-то... Где-то вот тут. Да, вот тут, ребята. Destiny Knot. Не знаю, какая-то шапочка. И тут еще один, или мне кажется? Ребята. Вот, да, в принципе, очень даже выгодно гулять. По этому длинным объемам. Потому что тут много вот этих всяких спрятанных... ЧМ-ку мы нашли. Ребята, даже очень круто. Тут много вот этих покеболов, которые валяются на земле. Мы можем найти. Это, конечно же, круто, ребята. Это очень круто. Но это еще не все то, что я вам хотел показать в этой серии. Во вторую очередь... Ух, ты же нихрена себе... Какой этот мелкий, да? 55 уровень. А какой этот нафиг громадный и фиг... О, лаки блок, ребята. Лаки блок. Да, я добавил лаки блоки в Майнкрафт. В этот сезон пиксельмона. Чтобы он был еще намного разнообразнее. Потому что, если мы будем вот так гулять по миру. И мы будем находить лаки блоки. То почему бы? Почему бы и нет? Это, ребята, ведь круто. И давайте посмотрим, что нам с него выпадет. Я уже думал, что-то плохое. Но вроде выпала какая-то обычная книжечка. Какая-то блокбук. Какая-то книжечка. Ну, в принципе, мне кажется, ничего тут такого нет. А, это объяснение, что такое лаки блок. Это объясняется... Нифига себе, я даже не знал, что такое существует. То, что с лаки блока может выпасть книжечка от создателя. Этого самого мода. Где объясняется, что такое лаки блок. Не знаю, прикольно ли это или нет. Но, ребята, у нас тут есть покебольчик. Поднимаем его. Конечно же, поднимаем. Опа. Антидот. Сойдет. Сойдет, ребята. Почему бы и нет? И знаете что? Будут ли тут еще какие-то покебольчики? Или нам можно уходить? Потому что, в первую очередь, я знаю, где находится еще один лаки блок. Я для вас специально сохранил уже вейпоинт. И также я знаю, ребята, где находится сокровищница. И мы, в принципе, туда сейчас и пойдем. В первую очередь, давайте пойдем лаки блок. Вот он. Я еще один нашел. Вот, специально для вас перед серией. Да. Я бы сейчас показал вам средний палец, но я, ребята, промолчу. Смотрите, куда они упали. Они упали не туда, куда нужно. Хоть и, в принципе, кажется, тут же нереально выжить. Но я как-то выжил. И что тут у нас написано? Look up. Посмотри вверх. Я уже видел. Но все же мы смогли выжить. Поэтому... Ха-ха-ха. А, дурачина, дурачина. Обманули мы вот эту ловушку. Но все же, ребята, знаете что? У меня есть еще для вас небольшой подарочек. Это сокровища. Сокровища. Которую я нашел также до серии на стриме. И я специально не обрутал на стриме, чтобы чем-то хотя бы заняться на серии. И вот видите, такие самые интересные задания я оставляю на серию. А на стриме я оставляю то, что никому не будет интересно на серии. Потому что строить 10 часов подряд, мне кажется, это никому не будет интересно. Главное, чтобы оно туда не упало. Не упало? Надеюсь то, что нет. Так. Ломаем вот это. Ставим факел и посмотрим. Так. Это все забираем. Это тоже забираем. Ух! Три алмазика, ребята! Три алмазика! Нифига себе! Очень даже круто! Так. И знаете что? Давайте мы будем возвращаться домой. Дом. Где наш дом? Вот. Наш дом. Поспим в первую очередь. И в принципе заодно вылечим нашего Чармиллиона. И да. И мы сейчас пойдем его, конечно же, прокачивать. Потому что нам уже нужен Чаризар. Зачем нам Чармиллион, если нам нужен Чаризар? И знаете что? Вот прямо сейчас, ребята, я с вами сделаю алмазную кирку. Вот прямо сейчас на ваших глазах. Так. Чтобы вы потом не говорили то, что, мол, Эдисон, где ты взял алмазную кирку? Но все же, как видите, ресурсов у меня в принципе пока что достаточно. И хватает. Можно сказать и так. Замечательно, ребята. Ну что? Вы готовы, чтобы пойти прокачать нашего... Эх. Что-то у меня есть такое ощущение, то что... Да. То, что зря я на него напал. Хотя... Ну в принципе он 42 уровень, да? Да. Я бы его убил, но он начал меня бить чуть позже. Я уже с такой надеждой был, что сейчас мы заварим 42 уровня гипно. Но, к сожалению, не получилось, ребята. К сожалению, не получилось. И, можно сказать, мои нелюбители того, что я побрился. Ребята, вы уже видите то, что борода опять начинает расти. Я помню, сколько было крика. Сколько было крика в первой серии после того, как я побрился. Твою мать. Эдисон, зачем ты побрился? Зачем ты побрился? Ты сейчас похож на какого-то школьника. Больше не брейся. Пожалуйста, Эдисон. Ну ладно, ребята. Если вы так любите то, что я не бритый, то специально для вас я не буду этим больше заниматься. Буду ходить вот таким. Вот таким. Неухоженным. Опа. Круто. Ну, темки выпадают. Пускай будет. Так, Магмар. Магмар. Дашь ли ты нам кучу опыта? Дашь ли ты нам кучу опыта? Да. 700 опыта. Сойдет. Сойдет. Ребята, сойдет? Мне кажется, что сойдет. Конечно же, сойдет. И в пустыне очень хорошо ходить. Во-первых, почему? Потому что очень хорошо ходить. Ну, в том смысле, то, что тут очень легко заметить покеболы, которые валяются на земле. И пока я говорил про покеболы, я вспомнил что-то ужасное. И вы сейчас посмотрите скрин. Вы сейчас его посмотрите. И вы офигеете. На стриме у меня в саванне заспавнился легендарный покемон. Первый легендарный покемон в этом сезоне Райкоу. Я на стриме сидел 5 минут вот так. И я охреневал. Что у нас заспавнился первый легендарный покемон прямо на стриме. Люди видели, люди не дадут соврать и не могут сказать то, что я его сам заспавнил. Я гулял по саванне. Опа. Это что там? Нет, это тропинч. Я думал, это покебол. Я гулял по саванне и передо мной заспавнился Райкоу. И что я мог сделать, ребята? Я его просто отпустил. Я его просто отпустил, потому что я ничего с ним не мог сделать. Ни словить, ни убить. Даже тех же обычных болов у меня попросту не было. Я ничего с ним не мог сделать. А даже если бы у меня были обычные болы, то и так вряд ли я бы смог что-то сделать. Потому что для легендарного покемона, ну, минимум нужно хотя бы 2 стака каких-то болов, чтобы попытаться его словить. И так, тут я уже был. И это не так-то просто, как вы, ребята, думаете. Поэтому мне нужно было его отпустить к большому сожалению. А я так хотел легендарного покемона. И знаете что? В чем будет прикол? Когда у нас будут мастер-болы, когда мы уже действительно сможем ловить кучу различных легенд, то тогда, как назло, как вы знаете, легенды не будут спавиться. Потому что, ну, зачем не спавиться тогда, когда у нас есть мастер-болы? Лучше они спавятся тогда, когда у нас их нету и просто делают нам западло. Ребята, вы меня спросите, что я тут делаю? Я ищу покемонов. Мне нужны покемоны, чтобы прокачать один уровень нашему Чармилину. Как вы, смотрите на карту. Я не вижу ни одного покемона. Все, что я вижу, это вот тут в воде плавают Мэджикарпи. Больше я ничего не вижу. Где покемоны нафиг в этом сезоне? Я не знаю. В предыдущем сезоне была проблема то, что было слишком много покемонов. И тем самым сезон оказался лагучий. Потому что был слишком большой спавн покемонов. А в этом сезоне как раз проблема таки наоборот. Не хватает покемонов. Очень мало покемонов. И что самое главное, ты не можешь изменить их спаун. Они просто не спаунятся. Я даже увеличивал спаун. Я даже убирал спаун вот этих деревень, чтобы спаунились больше покемоны. Да, я думал, может из-за этого проблема. Но, как видите, мне кажется, не из-за этого. Если разработчики не могут сделать нормальную версию, да. Вот это сбалансировать всё. Чтобы нормально спаунились покемоны. А не, как они сейчас делают. То, что... Или чересчур, как много их спаунится. То, что всё лагает вокруг. И у тебя просто нету желания выживать. Или наоборот. Сейчас никто не спаунится. И у тебя тоже нету желания выживать. Потому что ты никого не видишь. Никто рядом с тобой нету. Потому что просто-напросто никто не спаунится. И тебе некого ловить. И не на ком качаться. Это, если честно, немного идиотизм. Я не знаю, ребята. Может... Может быть, это как-то потом ещё сможем исправить. И вот это всё пропадёт. И покемоны опять начнут нормально спауниться. А если нет, то я, если честно, даже тогда не знаю, что нам делать. Но всё же, ребята, будем надеяться на лучшее. В том смысле, то, что... Чтобы сезон продолжать. Что мы как-то сможем разобраться в этой фигне. То, что мы сможем разобраться как-то с тем, что не спаунятся покемоны. Но, ребята, смотрите, у нас новая эволюция. И почему-то вот так, таким конченным экраном нам показывается, как эволюционирует Чармиллион. Чармандерам. Но не суть. Не суть. Потому что сейчас мы, ребята, увидим, какой будет наш новенький покемошка. Это, конечно же, Чаризарт. И посмотрим, посмотрим, каким же он будет. А ну, пожалуйста. Чаризарт. Винг атак. Мне кажется, 60... Давайте... Да. Давайте Эмбер заменим. Так. Быстренько покушаем. И сейчас, ребята, мы отправимся в первое наше путешествие с Чаризардом. Мне кажется, то, что все этого долго ждали. Так. Уйди, уйди. Ты так прям на меня бежишь. Поэтому, ребята, давайте. Чаризарт. Ну, Чаризарт, мне кажется, ты бы был мог... Ты бы мог быть немного побольше. Но все же, какого он роста? Я больше, чем Чаризарт. Чаризарт. Но все же, ребята, пускай будет. Давайте посмотрим, как мы будем на нем смотреться. Нормально. Чаризартушка, тебе не тяжеловато, Чаризарт? Нет? Все нормально? Нет, не устал еще. А если... Я бы снял вот это все. Но давайте вот так. И... Что бы еще выкинуть? И вот так. Чаризарт. Не тяжело? Нет? Вообще не тяжело? Нет? Ну да ладно. Тогда, ребята, давайте потопаем. Полетим куда-то. Если честно, мне бы, наверное, нужно было включить день, для того, чтобы я что-то видел. Поэтому, ребята, знаете что? Дайте я сейчас вернусь. Я быстренько сбегаю домой. Посплю. И мы вернемся. Ага. Ну вот, ребята, я выспался. И сейчас мы опять будем садиться на нашего Чаризарда. Давай. Давай, чувак. Давай. Давай. Так, и сейчас посмотрим еще раз. Чаризарт. Не тяжело. Действительно, все нормально. Не устал? Нет? Все норм? Ну, если да, тогда, ребята, будем лететь куда подальше. Как он красиво. Как он красиво, мать! В твою Чаризарт летает без единого лага. Пу-пу-пу-пу-пу. И это очень даже круто. И нам нужно бы взять вот этот... Да, я его взял, но места не хватило. Вот так. Идем сюда. Заноза. Заноза. Ребята, вы в курсе, кто такой Заноза? Заноза это Заноза. Мы его так называли в предыдущем сезоне. И он крутой покемон. Заноза с нами в этом согласится. Очень даже согласится. Давай садимся опять на Чаризарда. И полетели. Как он нафиг плавно летает, ребята! Вы даже себе не представляете, как он плавно летает без единого лага. Какая нафиг крутая анимация. Я буду угорать, если у меня сейчас заспавится Гроудон, легендарный покемон. Вот тут, где я сейчас пролетаю. Я прям буду... Я угорну так, что я еще никогда так не угорал. Потому что, если это действительно будет так, то это будет суточка-прибауточка. Два лаки-блока в одном месте. Чаризар, Чаризар! Чаризар, ты тут? Давай, посмотрим, посмотрим, что нам тут выпадет. Подойди сюда. Дружище, подойди сюда. Если что, то ты будешь стоять на линии защиты. Стой там. Я себя убил и Чаризарда убил. Не обижайся, Чаризарда. Не обижайся, пожалуйста. Я не хотел. Не хотел. Честно, Чаризар. Не обижайся. Ну, сейчас мы вернемся. Нифига себе, заряженные криперы. Разве не интересно вот так играть в пиксельблок, когда у тебя даже есть... А... Так, где я умер? Вот. Когда у тебя даже... Это что за хрень? А-а-а-а-а-а-а. надгробие. Нифига себе. Разве это не круто, ребята, когда у тебя даже есть лаки-блок в Майнкрафте, даже в Пиксельмоне? И даже тут ты как-то можешь умереть. Через арт! На защиту, пожалуйста. Встань вот тут, Через артушка. Давайте ещё раз попробуем. Хотел улететь, но не получилось. Ну да ладно, ребята, мы... Я знаю, нужно ли нам это или нет. Вот это, в принципе, можно выкнуть. Вот это можно выкнуть. Многие вещи можно выкнуть. И знаете, ребята, что? Мне кажется, что на этом мы уже будем подводить итоги этой серии. И, наверное, на этом будем заканчивать. Я вам хочу сказать большое спасибо тем, кто смотрел эту серию до конца, ребята. Вы большие молодцы. Если завтра вы хотите видеть новую серию, если завтра вы хотите, чтобы она вышла... Оооо! Наш первый левел-бол, ребята. Вообще наш первый бол какой-то. Если вы хотите, ребята, завтра видеть новую серию, не забывайте ставить лайки. 3000 лайков. Завтра в 10 часов утра по Украине и Москве выйдет новая серия. Поэтому, ребята, просто не ленитесь, ставьте лайки. И я... Ой, вернись. Вернись! Да. Да, вот. Я уже думал про гагал свой первый бол. Поэтому, ребята, если вы хотите завтра видеть новую серию в 10 часов утра, то ставьте лайки. 3000 лайков и я, ребята, буду вас радовать дальше новыми сериями покемона. Также подписывайтесь на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику, потому что каждый подписчик для меня как друг. Также делитесь этим видео со своими друзьями, потому что чем нас больше, тем лучше. Появитесь и скажите им, как мы отлично проводим время в нашем новом сезоне с модом Pixelmon. Ребята, также можете поставить лайк за то, что я уже наконец-то выпустил сборку. Да. Это будет, ребята. Круто. Поэтому 3000 лайков. Завтра выходит новая серия. Ребята, всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Вы большие молодцы. Также приходите завтра, потому что завтра выйдет новое видео. Каждый день выходит новое видео. Я каждый день буду рад вас видеть на моем канале. Ребята, честное слово, приходите. Я всегда вам рад. Еще раз большое вам спасибо за просмотр, ребята. Всем удачи и всем пока.